Юрка, Юрка, говорю, мы поплыли, плывем. Еще вчера по улице Зеленая в Кочунове можно было только проплыть. Река Аморда вышла из берегов, на полях растаял снег, и вода со всех сторон устремилась к домам в низине. Тут шумело, вот до этого вода шла через дорогу. Настолько громко шла вода? Да, такое течение было. Вода поднялась за каких-нибудь 30 минут, рассказывает Юрий Силантиев. Сначала до краев наполнила подпол, потом затекла в комнаты. К вечеру 13 марта ходить босиком по дому было уже невозможно. Сначала в калошах, потом все, у них там не пройду. Вот достал, вот в костюм ходил, вот-вот. Как долго вода-то была? Сутки. Вот так ушла. Часа два можно. Вон она стоит, еще вода-то. Такого потопа местные жители не ждали. Снега было мало. Обычно в таком случае река подтапливает лишь небольшую часть дороги, а вода спадает за день. На этот раз влаги добавили дожди. Хоть сточные канавы и дренажные трубы и были очищены. С большим объемом воды справиться без последствий не смогли. За тот год до окон, а потом сразу на уголь пошла. Вот потом в тот год было, ну не такое. Снегу было в тот год больше, и никто его не ожидал. Местные чиновники обещают выплатить пострадавшим компенсации домов, которые получили серьезные повреждения, немного. Группа работает по обследованию данных домов. Будет выявляться, кто попал в зону потопления и какие повреждения получены. После этого будет компенсация этим жилым домам выдана. А вот что касается страховки, то тут проблема. Потерпевшие рассказывают, что денег за потоп, скорее всего, не увидят. Страховые компании всегда находят лазейку, чтобы ничего не платить. У меня все избило, вот так подняло. А дом-то у вас застрахован, нет? Застрахован, все. Ну, страховка сказали, что она не действует. Почему? А я откуда знаю. Разбирайтесь государством. В пик паводка из Кученова эвакуировали двух человек. Перевезли школьника к его бабушке и больного мужчину. На время большой воды определили в стационар местной больницы. А еще спасатели не дали погибнуть собаке. Пес хотел переплыть в речку, его унесло течением. Уплыл недалеко. Говорят, зацепился за кусты и ждал людей. Людмила Кустерова, Александр Зюзяев. Наши новости.